Всем привет, с вами MailStorm и вы смотрите Datascope. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск, который я хотел бы разделить на три части. Разбор ошибок, небольшой ответ на тему мажора и игра с ESL One Malaysia. Начнем с ремарки по мажору, а вернее по прошлому выпуску. Я столкнулся с несколькими комментариями о том, что правый талант на фурионе качают всегда, а в левом нет смысла, получившими довольно сильную поддержку. Видимо, мне стоило чуть больше рассказать об этом. Давайте предположим, что в пике соперников нет или не так много прыгунов, как и было в игре Outsiders OG. В таком случае все, что может делать подобный талант, сбивать ТП и не давать использовать блингдаггер. Полезно ли это? Да, очень полезно, поэтому его можно брать всегда, но лучше ли он левого? Просто взгляните, какой огромный урон наносит террорблей с шестью слотами, но если запереть его в спруты, то дэмэдж множится на ноль. БКБ не спасает, только МКБ, а его терроры часто скипают, предпочитая статы или мобильность. Конечно, наличие пики или спайдерлексов с земляем пухом позволит выбраться из спрутов, и левый талант будет практически неприменим. Только вот и правый тоже, хотя все еще будет возможность сбивать ТП. Ладно, я для вас не авторитет, но вот игра от Дахака, которая была не так давно. В ней мы видим талант против ТБ на миссы. Кстати, победа. Конечно, все мы ошибаемся, и в датаскопе порой тоже бывают не до конца верные выводы. И это очень круто, когда вы мне на них указываете. Но согласиться с мнением по профиту я не могу, хотя тут каждый решает для себя сам. Моя задача привести аргументы в защиту своей точки зрения. А теперь о главном. Была мысль сделать большой ролик по мейджеру в Арлингтоне, но планируя его, я столкнулся с одной очень серьезной проблемой. По сути, главный сторилайн для такого видео – победа Спирит, их прогресс по ходу турнира и ошибки соперников. Только вот по этой теме ничего нового я сказать не могу. Все уже было разобрано в датаскопе Путь Дракона, и ситуация на мажоре повторилась практически один в один. Сложный матч с ВП. Поражение от Китая в верхней сетке. Тяжелая нижняя. Выливая рубка в конце. Отличаются лишь детали. Если все же углубиться в них и поговорить про гранд-финал, то самый главный начальный надлом произошел на 34-й минуте второй карты, когда после сверхуверенной первой, полностью державшие вторую под контролем китайцы, опрометчиво задайвили, сломав свою позиционку, и позволились перед камбэкнуть. Даже после такого промаха, возможности закончить карту в свою пользу, у ЛЖД был вагон и тележка кентавра. Но сперва Даззл зачем-то вышел пушить хайграунд. Затем Фейсбьян не успел переложить сыр. Позже его не прожал. Момент с Некрами мы разбирали. И была еще одна очень серьезная ошибка, о которой я расскажу в конце этого видео. Как видите, игра была очень трудная и напряженная, но драконы вновь оказались крепче, а китайцев расплавило, и они допустили массу неточностей, что безусловно является не только их минусом, но и заслугой команды Сайлента и Корбана. Далее ЛЖД без борьбы отдали третью. А на четвертой собраться на 100% не сумели. Вновь имея хорошее преимущество, они вместо размены Т1 ТВ Рами решили защитить свою непонятно зачем нужную им вышку, завязав драку на ранней фазе игры с двумя недофармленными БКБ против Чена с Меккой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не позволило оторваться на старте, что было важно и нужно. Шансы еще были, но только до момента на 32-й минуте, когда в очередной раз ЛЖД залезли под вражеский вижен, сломав свою позиционку. Субтитры создавал DimaTorzok Прям один в один эпизод со второй карты. Субтитры создавал DimaTorzok Вот пишу это и ловлю флэшбеки Сента. Каждый раз драконы умудряются заманить оппонента на свою территорию и сражаются на выгодных условиях. Это их коронная игра вторым номером, и мы все о ней хорошо знаем. Знают и противники, только сделать ничего не могут. Вот, собственно, и все. Победа на мажоре, конечно, не так проста. Это уравнение со множеством переменных. Но если мы возьмем Spirit и ЛЖД и сравнимых, то получится, что именно рассмотренные моменты принесли драконам победу. В этом и есть вся суть чемпионства. При прочих равных быть лучше в парочке мелочей в нужный момент. А теперь самое время перейти к заключительной части датаскопа. На повестке встреча Fnatic и Boom из групповой стадии ESL One Malaysia. Fnatic полностью контролировали ход карты и имели колоссальное преимущество. Только вот их кэри, некто Палас, заменяющий Рейвена, частенько забывал прожимать БКБ перед атакой, за что поплатился несколько раз. Так, в один прекрасный момент оказалось, что победить Фантома уже не выходит. И он методично съедает всех героев на поле боя. В попытке надавить на нижнюю спушенную линию, Палас попался на скан и был убит. После чего Boom решили, что пора заканчивать. Выиграть в лобовом столкновении у Fnatic уже никак не получалось, но они в очередной раз показали нам смысл игры Dota 2. Подчеркну, что каждое следующее их действие внесло ощутимый импакт в концовку. И не сделая ни хотя бы чего-то из этого, победа могла уплыть Boom'ом. Еще на стадии убийства ТА, Коттл уже вовсю толкал топ. А Бэтрайдер, сразу после респауна, полетел пушить бот. Армел задавил лайн до вышки, после чего тут же спорталился вниз, откуда было проще добраться до трона. При этом перед релокацией мидер призвал к себе Тини, который за мгновение до рекола слетал домой, чтобы купить шард. Который позже очень пригодился. Джабс пропушил линию до конца, а так как в атаке от него не было особого толку, он вернулся на базу, где смог сбить ТП Виверни, что было очень важным и полезным действием, так как Курса была единственным дизейблом Радиант в БКБ. Табай бэкнулась, а Коттл призвал ее в битву. И хотя Палас опять забыл про БКБ, в этот раз урона забрать его сразу у Бум не хватило, и он все же смог внести дамаг по Эншенту. А этого дамага, в свою очередь, хватило, чтобы Тини, благодаря Бесконечному Бревну, доломал трон. Была еще куча мелких моментов, вроде того, что Лансер сделал ТП на трон вместо Фонтана, из-за чего Свиток читался дольше, так как до Синего Кота туда прилетел Веник. Но отбросив все менее значимое, я выделю три основных решающих победных мува Фнатик. Покупка Шарда на Тине, сбитая ТП Виверны и Суммон Темпларки в Драку. Однако, проделать первые и третьи пункты быстро и своевременно было бы невозможно без покупки Шарда на Котле, так как Курьер не успевал добраться до Тини, а АТА уж точно не хватало денег на Тревела. Мидер Фнатик приобрел осколок Аганима прямо перед началом этой карусели событий и идеально его применил. Дайр действовали быстро и очень точно. Осознавая, что прямого пути нет, они нашли прекрасную возможность и реализовали ее. Правда, это была всего лишь групповая стадия ESL. Смогли бы они не сломаться в финале, скажем, мажора и провернуть нечто подобное? Этого мы пока не знаем. Зато мы знаем команду, которая не смогла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чем выше ставки, тем сложнее принимать самые простые решения. И то, что в группах ESL 12-я строчка ДПС рейтинга придумала на 48-й минуте, в финале мажора первая не осилила даже за 75. И дело даже не в шарде котла, а в осознании факта, что лобовая атака уже не работает и нужно попытаться победить хитростью. Но есть коллектив, на который подобное давление если и действует, то в плюс. Вместо мандража и волнения, его игроки получают лишь кайф от игры. И я не знаю, как рассказать лучше о том, почему Spirit победили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok